Криминальный след или несчастный случай? Таковы основные версии исчезновения мальчика в Урюпинском районе. Напомним, что ребенок пропал еще 8 декабря, и с тех пор о его судьбе ничего не известно. Продолжит Станислав Лопатин. С момента бесследного исчезновения 4-летнего Максима Королева прошло уже три недели. За это время масштабы поисковой операции вышли далеко за пределы хутора Котовский у Рюпинского района, где мальчика видели в последний раз. Главная надежда сегодня на следователей, которые не прекращают вести оперативную работу, а также опрашивать возможных свидетелей. При первоначальном этапе расследования уголовного дела были допрошены родители без исчезновшего ребенка, также были допрошены родственники, проживающие на этой же улице. При проведении следственных действий с родственниками без исчезновшего ребенка использовалось биографическое исследование, которое положительных результатов не дал. Сейчас опросы продолжаются. Как рассказали следователи, в хуторе Котовский проживает почти полторы тысячи человек, и в идеале необходимо побеседовать с каждым из них. А вот работы на местности уже практически завершены. С привлечением порядка 300 сотрудников органов внутренних дел, а также порядка 50 человек местного населения, было проведено трехкратное прочувствование местности, улиц жилого массива, хутора Котовский, а также лесного массива, прилегающего к домовладению потерпевшего. А также было обследовано озеро, прилегающее к домовладениям, с использованием водолазов и специалистов МЧС. По словам следователей, версий того, что же могло произойти с ребенком, сейчас несколько. Это как криминальный характер его исчезновения, так и несчастный случай. На сегодняшний день ни одна из них не подтвердилась. Станислав Лопатин, Виталий Кошелев, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба.